МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Группа Нана. Настоящие кумиры 90-х. Я их называл наши отечественные бетлы. Они появились, объединились и взбунтовался весь мир. Самый успешный проект своего времени. В то время, когда кричали, что в Советском Союзе секса нет, первые всех шокировали, когда разница. Десятки тысяч концертов. Миллионы поклонниц. Были очень популярны у молодежи. Ну что, 80-е были. Машину на руках носили. Какую тайну все эти годы скрывают солисты группы? У нас контракт был на 500 листов, где практически все было прописано. Как, чего, что, какие отношения. Чем заплатили они за свой бешеный успех? Я лечился у психиатров, потому что постоянно думал о том, как покончить с собой. Я думаю, что если бы я остался в группе, я бы просто спился. Почему Нана оказалась на грани распада? Влюбился так, что он вообще себя не контролировал. И кто сегодня ходит на концерты кумиров 90-х? А жизнь хорошая такая, не улыбнись. Ты умеешь, когда поспать можно было? Лето 2014 года. Гастрольный тур группы Нана, посвященный 25-летию коллектива. Ни одна группа никогда не живет больше 80 лет. Дом культуры города Калуги. Три часа до начала шоу. Артисты уже на сцене. Они репетируют. На сцене из золотого состава группы остались только два солиста. Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин. Барри Алибасов, создатель и бессменный руководитель группы, контролирует каждое движение своих артистов. Барри Алибасов, создатель и бессменный руководитель группы, здесь должна постоять. Осветители по свету получили партитуры, а? Осветители. Последнее слово за ним. В принципе, он являлся и является хозяином группы Нана. Можем быть, настрой микрофоны. Можем. Каждый режиссер свой метод воспитания. Любил назвать нас всякими разными словами. Из-за тяжелого характера продюсера солисты не раз хотели оставить группу. Самый острый конфликт произошел в 92-м году, когда Нана только набирала популярность. Это было в городе Ялта, в концертном зале «Юбилейный». Перед концертом репетиция была, и что-то я не выдержал. Начал перечить, хотя это не в моих правилах. Только ваш брейк репетите, прямо 10 раз подряд его делайте. А здесь я что-то не сдержался, и мне вот в эту область прилетело одно. Я просто в очередной раз наехал на Политова. Что-то там он не так сделал в концерте. Наорал со свойственной мне манерой, со всякими оскорблениями. Асимов говорит, Барри, если ты еще поднимешь руку на Политову, и вообще будешь орать, в таком тоне разговаривать с нами, мы от себя все уйдем. Я готов был их порвать на мелкий кусочек. Я был просто взбешен. Кто вы такие? Кто я и кто вы? Показывай ему, выруби микрофон, он начнет объяснять руками, Маша. Продюсер с кулаками набросился на артистов. Досталось всем. Мы разбили всю гримерку там, вообще там зеркала, там какие-то раковины, там все кресло, все поломали. Через две минуты на сцену выходить, костюмы порвали. Но зато концерт прошел вообще, как будто мы же чувствуем друг друга. Вот это вот ощущение, чувство друг друга, это очень важно. Мне через пару часов пришло в голову такая, как это теплая и до мурашек пробивающая мысль. Это же группа, это же группа, они вместе. И я понял, что я за ними буду, как за каменной стеной. Они никогда не предадут. Владимир Асимов, Владимир Левкин, Вячеслав Жеребкин и Владимир Политов вскоре станут самыми популярными в стране артистами. На концерт группы «Нана» невозможно будет достать билет, а их фан-клуб будет насчитывать сотни тысяч преданных поклонниц. Красивые, юные пацаны, которые буквально взорвали всю страну. Я с ними встречался неоднократно. И на гастролях как-то мы работали. Ажиотаж был невероятный. Огромные, масштабные, лишенные всякого стыда концерты на стадионах. Когда истерика начиналась за несколько часов до начала концерта и заканчивалась глубоко запахом. Я взял язык советских ансамблей, музыкальный язык. Но шоу я решил строить совершенно по другим принципам. И в первую очередь доказать советским людям, что всех съесть. Мы, в общем-то, первые, наверное, всех шокировали, когда раздельцы скакали с одними бананами здесь. Вот весь костюм был. Барри Алибасов делал ставку на эпатаж. И появление первого же клипа группы вызвало грандиозный скандал. Клип «Фаина» снимался в двух вариантах. Вернее, монтировался в двух вариантах. Это, значит, цензурный и нецензурный. Поскольку в то время интернета не было, второй вариант мы не могли нигде показать, потому что ни один телеканал не брал я. «Фаина», да, этот клип взорвал, конечно, наше медиапространство и был под запретом какое-то время. Но все равно запрещать невозможно. Сейчас в те годы уже и появились видеомагитофоны. Это все распространялось по другим каким-то каналам. В клипе помимо артистов снимались совершенно случайные люди. Когда вот в газетах было объявлено о том, что снимается эротический клип, пришли люди там за 50, за 60. Они задавали вопросы, почему? Ну, все-таки эротически это раздеваться надо. Они говорят, ну, мы разденемся, мы хотим, мы хотим, чтобы вот на камеру мы разделись. Сейчас об этом сложно как-то кого-то удивить чем-то, да. Но тогда же это было вот только-только самое начало. Самое-самое-самое начало. «Фаина» до сих пор визитная карточка группы «Надо». Я эту песню ненавижу только из-за костюма. Так песни-то хорошие. Расчет продюсера в первую очередь на женскую аудиторию оказался верен. Вскоре после выхода клипа наномания охватила всю страну. Да, это в Питере было. После концерта обычно как выходим, сели, нам подогнали машину, эту чайку здоровенную. Тогда чайки, это было круто. Денькольных не было. Мы сели в эту чайку, и толпа просто реально, ну, они все фанатки, все поклонники, вообще окружили машину, мы не могли тронуться. Вот вы представляете машину, она здесь несколько тонн, вот эти девочки, своими худенькими ручонками, подняли, подняли и поставили на бок. И никакая охрана не смогла с ними справиться. Главный фанатский форпост находился у этого здания, недалеко от Нового Арбата. Здесь располагалась студия группы. Мы жили как в Ассане, потому что у нас студия на шестом этаже, где проходили записи, а эти умудрились вырыть две дыры на шестом этаже в потолке в студию. Хотя в студии 24 часа в сутки люди есть. Как так тихо и незаметно, причем сидят люди с усами в студии, слышат каждый сурок. Поклонницы быстро вычислили, и где живут их кумиры. Спишь себе тихо, мирно вдруг, подъезжает лестница от пожарной машины, там стоит девушка с цветами, говорит, да, молодец. Кружка моя, хорошо гулять на мне. К назойливому вниманию фанаток пришлось привыкать не только музыкантам, но и их близким. И просились, можно к Славе? Я говорю, да его дома нету. Да, на гастролях. Он нету его на гастролях, нету, он редко, говорю, приезжает. Даже ночевали две девчонки тогда. Мы торт вот принесли, я говорю, да мне Слава, и торты есть. Приехали поклонницы домой, и они остались у мамы на ночь, потому что они не опоздали на электричку. Я говорю, как вы теперь темно, как поедете так? А, нормально. Наиболее стойкие поклонницы сопровождали артистов на гастролях из города в город, не пропуская ни одного концерта. Было там человек 15-20, которые мотали за коллективом по всей стране, и оказывается, они знают гастрольный график, в офисе было там десятки приказов, о запрете открывать рот по любому поводу. Все втайне. Откуда они всю эту информацию брали, я не знаю. В 1994-м «Нана» – уже самый популярный коллектив страны. Мне тогда было 12 лет. Я, в принципе, до этого слушала только зарубежную музыку. Тут меня привели на концерт первой российской группы в моей. «Кто это? Что это? Кто этот человек? Это Левкин! Ты что? Это самый классный!» Ну вот за такого бы я замуж вышла. «Славная малышка, я звал тебя, а ты улыбалась в ответ» Владимир Левкин – самый сдержанный и улыбчивый из всех солистов. В группе ему отводилась роль лирического героя. «Левкин» – такой романтик. «Месяц мая» – песня такой. Романтик-романтик. Увидев Владимира Левкина на концерте в Ижевске, Марина по-настоящему влюбилась. И, как оказалось, навсегда. «Любовь к Владимиру Левкину она росла, она была... Вначале она была такой подростковой, потом она была таким увлечением, потом она была какой-то такой мечтой, когда я уже была взрослее, уже появились свои мальчики, какие-то взрослые жизни. Вот она стала мечтой. Вот так, видимо, суждено было, что мечта должна была сбыться». Спустя 14 лет, после того, как Марина впервые увидела Владимира Левкина на сцене, ей представится шанс поговорить с ним. «Это был творческий вечер Владимира Левкина, где собрались его поклонники, поклонницы. Он что-то читал в своей стихии, ему задавали вопросы. И вот такая смелая девочка, как я, тоже пришла с горящими глазами». «Как искал я тебя, родная». «Я вас так люблю, я столько лет люблю, вы такой прекрасный». Конечно, Володя не смог пройти мимо меня. Четыре месяца Марина думала, стоит ли ей перезванивать по телефону, который оставил девушке ее кумир. И, наконец, решилась. «Просто написала смс, привет, как дела?» Он перезвонил, мы встретились, попили кофе, всю ночь разговаривали, на утро он ей сказал, «Я тебя никуда не отпущу». Звезда женится на поклоннице. Казалось, так не бывает. В 2011 году Владимир и Марина поженились, а через год у них родилась дочь Ника. Владимир Левкин первым из знаменитой четверки покинул группу. Это произошло в 97-м году, на самом пике популярности «Нана». И он же был первым из основного состава, кто прошел кастинг в новую группу Барри Алибасова. Барри также зажигал в ансамбле «Интеграл», одного из самых лучших и первых рок-ансамблей. «Интеграл» – это первая советская рок-группа. Первая. Попасть в группу Алибасов, это было реально очень круто. Никто из пришедших на кастинг не догадывался, какую группу хочет собрать советский рокер Алибасов. Пришло огромное количество людей на конкурс. Я уже сейчас не помню, по тысяче человек. Причем были бабушки. Я спросил у бабушки, зачем вы пришли? Они говорят, мы думали, что тут покушать дадут. А это 89-й год. Еды не было в стране. Полки пустые абсолютно. Валерий Юрин, гитарист «Интеграла», без кастинга попал в самый первый состав группы. Он участвовал в отборе солистов. С тысячи человек выбрали тогда, я помню, как сейчас, Левкина Володю, который сразу прям вот выделился из всей толпы. Я пришел, воткнул гитару, начал петь свою песню, спел куплет с припевом, какой-то лас отлечил, за пультом сказал, через два дня приезжайте, будет первый репетит. Но то, что Алибасов предложил исполнять Левкину, не имело с роком ничего общего. Он освободил своих ребят прежде всего от музыкальных инструментов. И они стали двигаться, причем стали двигаться синхроном, стали двигаться достаточно интересно в классическом каком-то решении. И это выделяло их из всего того нашего вокально-инструментального жанра, который присутствовал тогда, на эстраде. Мне нужны были артисты, в первую очередь, многосторонние артисты, которые и актеры, потому что я собирался делать шоу. Алибасов превратил в шоу даже сам кастинг. Спрашивай меня, что будешь петь? Я говорю, не знаю. Ну, «Белые розы» знаешь песни? Говорю, знаю. Так, микрофон, тебе нужен микрофон. Так, вот веник, это будет твой микрофон. Я пел «Белые розы» с веником в руке и танцевал. Солисты новой группы должны были быть готовы ко всему, в том числе к экспериментам со своей внешностью. Я пришел в группу «На-На», у меня были волосы длинные, я рокер, ну, как бы в душе. Лид Дзепплин, Пик Флойд. А тут, значит, Барри меня увидел, значит, так, Жеребкин, тебя подстричь и покрасить. Покрасить для меня это было все равно, что, ну, отрезать, да, кастрировать. Ну, равносильно. Меня подстригли и покрасили, вот эти желтые, такая башка была, как цыпленок. Ну, вообще, мне это, ну, не нравилось. Очень важное место отводилось костюмам. Их будущим звездам шил сам Вячеслав Зайцев. Костюмы получились экзотические такие очень и неожиданные. Я помню первый мой костюм с плеча Вячеслава Зайцева. Мне, конечно, было неприятно, что какие-то весюльки там на меня пытались одеть. Ну, немного, как-то рокеры. Я постоянно с этим боролся, и до ругани, до скандалов доходил. Ну, любая, любая идея Алибасова, а они, как правило, всегда безумные, всегда вызывала протест. И мы считали, что это непотребно, что это нельзя сделать. Но Барри очень часто своим примером доказывал, что невозможное возможность. Допустим, когда нам сделали костюмы и ботинки на платформе 15 сантиметров, и на них нужно было танцевать, мы сказали, Барри, мы поломаем все ноги себе, это невозможно. Они еще весят каждый ботинок, наверное, килограмма по три. Он говорит, ладно, смотрите, надевает эти ботинки и начинает ГПК в них выдавать на сцене. Всего через несколько месяцев репетиций, группа, еще не имевшая название, вышла на большую сцену. Ну, это был фестиваль фейс-то-фейс, олимпийский, большая сцена, классные артисты. И нам надо было спеть две песни. И это было хуже, чем боевое крещение. В конферанции Олег Марусин спросил, как объявить группу. Я говорю, я не знаю, Олег. Придумай какое-нибудь название, потом мы уже придумаем такое настоящее. Что-нибудь скажи. Он вышел и ляпнул, на-на. На следующий день вечерняя Москва и московский Кабзаморец писали о группе на-на. Ну, вот так и появилась группа на-на. Я в Аликанте! Опа! Бабан! Здорово! Я думал, ты дома будешь ждать. Как долетел? Нормально, задержка была. Владимир Политов и Владимир Асимов. Близкие друзья и бывшие коллеги. В 2003 году Асимов ушел из группы. Я так захотел, потому что 13 лет постоянных гастролей. Захотелось мне после этого сменить картину. И я сейчас себя чувствую более счастливым, счастливым, чем, допустим, в то время. 10 лет назад Асимов с семьей переехал жить в Испанию. Встречать Политова Асимов приехал с сыном. Семен никогда не видел отца на сцене в составе группы на-на. Когда он родился, Владимир принял решение расторгнуть контракт Салибасова. Он сказал такую фразу, я поперек рельс лягу, но Асимов из группы не уйдет. К тому времени у Володи Асимова было записано уже несколько сольных альбомов. Почта сказала, ребята, я отчаливаю сольное плавание. Привет! Истинной причиной ухода Асимова из группы стал личный конфликт с продюсером. Получилось так, что я увел у него женщину. Барри, Татьяну мою, он знал ее раньше, чем я. Они уже дружили до того, как вообще я познакомился с Татьяной, а потом у Барри были свои планы на Татьяну. Он хотел взять ее замуж, но получилось так, что мы полюбили Татьяну друг друга и у нас сначала, конечно, завязался роман, потом у нас через год родился ребенок Семен. Татьяна и Владимир расписались, но долго скрывали даже от родных этот факт. Я запрещал им ставить штамп в паспорт. Живите на здоровье, только не надо афишировать. И Вова Асимов решил, что... Я не знаю, что решил Вова. А я прошел огонь и воду не спеша. Сольная карьера в России у Асимова не сложилась. Он допускает, что не без влияния бывшего продюсера. Ну, то есть кислород он, да, пытался меня всячески перекрывать, я об этом знаю. Тогда Асимов принял решение уехать в Испанию и начать там сольную карьеру. Ковка Асимов, блин, на испанском запел. Это же вообще, понимаешь, это очень сложно. У меня такое ощущение, что Асимов поет, ну, какой ты испанец. Это уже не ради дохода. Нет, конечно, это в любом случае приносит доход, но не основной. За годы работы в самой популярной группе страны ее солисты состояние не заработали, хотя все время гастролировали и нередко давали по четыре концерта в день. Больше на НАФ в те годы, наверное, никто не работал. Причем это было начало рыночных таких отношений уже, когда всем выправлял его величество рубль. Но жизнь моя рулетка и в ней все может быть. Сейчас бы они зарабатывали намного больше. Но все равно тогда для них это были большие деньги. Многие им завидовали. Тоска разберется, забудется бежать, и слезы высохнут, и рассветут умы. В детстве вообще у меня было такое. Ну, в общем, жил бедно, очень бедно. Ну, без папы как бы вообще жили на три копейки. И я поймался на мысли, когда я уже был в группе на НА, я понял, что я не знаю, сколько стоит вообще хлеб даже. Потому что я приходил в магазин, и вот так у меня полны сумки, я попал в продукты. Не знал, сколько что стоит. Еще деньги там спортивными сумками привозили. А молодые были, ни семей не было, ничего не надо было. Машинами, жильем нас обеспечивали. Мозгов не было. Мы думали, так будет всегда. И направо, налево. В группе на НА за Политовым сразу закрепилась роль мачо, и он ей успешно соответствовал. когда я дал первый автограф, я понял, что все, я знаменит, все, я суперстав, что для меня многие двери открыты, которым я раньше подойти не мог. И массу своих желаний я могу реализовать. Начал с секса. Все очень удивились, когда он объявил, что женится. Дочери ждут звонка. Связываемся по скайпу, естественно. Вот сегодня у нее выходной. Ждемся. Алена Политова живет и учится в Германии. Отца она видит не часто. Ну, что, хорошо, расскажи. Ничего, так что. А ты, кстати, знаешь, что тебе паспорт получать? Когда? Когда? В этом году. Когда? Приедешь, будешь паспорт получать. В 14 лет. 14 лет получаю. С мамой Алены Владимир Политов встретился, когда популярность на «На» уже начала спадать. Вместе они прожили 10 лет, но 4 года назад супруга Политова предпочла ему гражданина Германии и переехала к новому мужу вместе с дочкой. Как хорошо, что мы знакомы. Здравствуй, Ален. Скажу я в трубку телефона. Ну ладно, что, давай маме привет тогда. Давай, на днях позвоню еще. Хорошо. Все, давай, поцелую, пока. Когда Барри Алибасов собрал группу «На-На», он со всеми артистами заключил очень жесткие контракты, в которых детально были прописаны и финансовые условия, и ограничения в личной жизни солистов группы. Я не думаю, что мы единственные, кто жили бы таким правилам. У меня был договор на 38 листах, и все до простоты прописано. Никаких интимных и личных отношений внутри коллектива. Мы-то молодые, нам хочется и погулять после концерта. Барри всегда настраивал на то, что вы приехали на гастроли, приехали работать. Даже за малейшее нарушение принятых правил продюсер штрафовал. Штрафы, это значит, ты можешь работать один концерт бесплатно, можешь работать город бесплатно, город бесплатно, это концертов 20. Можешь работать маршрут бесплатно. Это очень жестко. К моменту прихода в группу Слава Жеребкин уже был женат, но об этом никто из его поклонниц не знал. Я категорически запрещал ребятам афишировать свои семьи, что у них жены, что у них дети. Дочери Жеребкина Ксении было три года, когда он ушел из семьи. Постоянные гастроли разрушили его брак. Раньше мы ездили месяцами, то есть мы ездили на месяц. Берешь вещи на месяц и едешь. Приезжаешь, через 10 Москва уже другая здесь. Ксению он видит редко, хотя живет и учится она в Москве. Придешь на 25 лет в группу Нана. А где вы? Я тебе скажу. Я не знаю. Тебе верят, что вам будет 25 лет? Нет. Мне было 23 года, когда я пришел в группу Нана. Да. Да. Женился Слава Жеребкин рано. Правда, признается, не на той девушке, которую мечтал видеть своей женой. Свою первую любовь он встретил еще в школе. Школа моя, школа. Вот этих елочек еще и не было. 30 лет прошло. 30. Ага. Ну, пойдем в школу, посмотрим, что там изменилось. Я, честно говоря, здесь давно уже не был. Я уже ничего не помню, к чему, где. После обязательной фотосессии с юными поклонницами в школьный музей. Ведь здесь хранятся фотографии всех выпускников. Да, это 81, 82, это не то. А, вот он. Алло. Вот Светка Силкина, любовь моя. Рядом со школой был клуб, в который старшеклассники ходили на танцы. Ну, вот это здание, это назывался в то время модуль, почему-то ДК-модуль. Здесь дискотеки проходили все. Драки после дискотеки. Ну, и во время такая была туса. То есть, самое такое крутое место, это вот это. Здесь же впервые Слава Жеребкин вышел на сцену. Захотел играть в ансамбль, чтобы Света понимала, что парень-то умеет. Но на сцене славу девушка так и не увидела. Светлана погибла под колесами автомобиля. Ну, вот моя первая любовь могилка Светкина. И такие волосы прям золотые у нее такие прям вообще такие волнистые. Ну, тут на фотке видно. Надо же, нашел. Как так? Я боялся, не найду. Да, вот она. Да? Красавица. Как можно было не улюбиться? Ну, давай, Светочка, пока. В прошлом году Вячеслав Жеребкин отметил юбилей 45 лет. Он так больше и не женился. Так и остался, согласно требованию продюсера, одиноким и холостым. Левкину удалось жениться лет через пять, не сразу, потому что он как бы выдержал тот срок работы, который и нужно было выдержать. Дочери Владимира Левкина от первого брака Виктории сейчас 21 год. Летом она работает вожатой в детском лагере. А что надо, надо поздороваться, да, с гостями лагеря. Здрасте! Здрасте! Вы куда, обедать? А там кормят, да? Может, меня возьмете? Одобрили. Одобрили. Сейчас дочь и отец видятся часто. У меня есть два диджея, которые просто мечтают познакомиться. Это те, которых угнули из лагеря из-за того, что они поину пели на площади. Они просто мечтают. 7 числа, пожалуйста. Но в 90-х, когда группа Нана была на вершине славы, такой идиллии в семье Владимира не наблюдалось. Когда папа пел в группе, мне было год, два, три. Потом, потом я стала жить только с мамой, как бы, поэтому я не знаю, насколько, ну, гастроли, все это, ужасно. Я была очень маленькая в том возрасте. У Левкина начался роман с танцовщицей из их группы. Он ушел из семьи. Да, Оксана была. Оксана у нас в балете танцевала. Левкина охмутала. В ВКонтакте было прописано четко по поводу отношений внутри коллектива. Барри Алибасов, узнав об этом служебном романе, уволил Оксану. Вслед за ней ушел и Левкин. Ни уговоры, ни угрозы на него не действовали. Вообще себя не контролировал. Он не приезжал на концерты. Он сбегал в гастроли. В общем, он так. И мы не знали, как с ним поступать, как быть. Ну, в общем, приходилось, ну, как-то надо решать был этот вопрос. Либо ты с нами, либо ты с Оксаной. Но он ничего не мог поделать. Он был неуправляем вообще. Он никого не слушал. И все. Ну, в общем, решили расстаться. «Только знай, не счастливей нас на целом свете». Надо было перестраивать весь репертуар и как-то сделать так, чтобы он ушел тихо, незаметно. Поэтому год он еще пробыл, но уже появляться стало все меньше и меньше. Я ему при выходе из группы подарил квартиру на старом Арбате, куда он тут же прописал эту девочку и женился на ней. Вскоре врачи поставили Владимиру страшный диагноз – рак. Эта девица сразу, конечно, ее не стало, да, и он остался один. А кому человек больной нужен? Никому, кроме родителей и близких родственников. В общем, мы ходили к нему в больницу, было страшно смотреть на него. И он такой, мне поразило его отношение какое-то философское. Насовсем не исчезну я никогда. У нас не принято у Левкиных сдаваться. Мы не сдаемся ни в чем. Мы идем до конца. Здесь та же самая ситуация. Первая мыска, которая родила, не дождетесь. Добрые люди помогли и сделали ему операцию. Все получилось, а так я не знаю, что было бы. Смотри это я Я здесь Я здесь Тогда многие журналисты писали в болезни Левкина виновен Барри Алибасов. Продюсер устроил гастроли группы в Чернобыле. Подверг своих артистов опасному облучению. Знаете, это полная ерунда. Не надо связывать болезнь Левкина с Чернобылем. Потому что мы все там были естественно мы на реактор на самом не лазили опасно потому что закрытая зона. Мы облетали все вот эти районы на вертолете естественно там стоит вся аппаратура которая фиксирует уровень радиации мы не залетали в зараженную зону. Полосатая это саркофаг. Это было востребовано и там где нужно было поддержать людей в их сложной жизненной ситуации скажем там чернобыльские там дела и прочее и конечно они были всегда на переднем плане на переднем крае. Артистов встречали как родных. Мы приехали в Чернобыль с 6 утра ждала когда мы выйдем и говорит Славочка Славе Жаревке мой сын был очень похож на тебя урубили. Знаешь я на тебя смотрю всегда вижу своего скажу вот всегда помню что есть такая женщина тебя любит как родного сына. Ребята милые можно я вам с их мать поцелую разрешите пожалуйста спасибо ребят берегите себя берегите свою берегите свою любимость ребят я сильно сильно люблю как мама А эти уникальные кадры сняты в 95 году Нана выступает в Грозном первая чеченская кампания в самом разгаре я решил хотя бы на день остановить эту войну и даже связался с Масхадовым и в общем мы договорились Грозный весь разбит было страшно смотреть ни домов ни дорог не было города просто нет руин четыре камаза поставили вот те сцены вот аппаратуру и аппаратуру привезли костюмы с аппаратурой целый транспортный самолет занимал мы нормальные люди абсолютно точно понимаем что вообще мы делали нам было дано задание закончить концерт до наступления темноты потому что светомаскировка мы естественно не успели закончить продолжаем солнце ушло нас освещают с БТР включили прожитера солдаты подняли автоматы таким чистоколом нас закрыли они не могли остаться в стороне от социальной жизни поэтому они из тех немногих наверное вокально-инструментальных концаблей которые были достаточно демократичны и достаточно лояльны в плане музыки которую они пели это было естественно востребовано и среди армейской куда они ездили пик славы нана пришелся на 1998 год я купил дачу баню все эти дела и денег помогал родственникам появилось столько родственников друзей и кутил мы гуляли по клубам столько денег прогуливали день день рождения свой отметил один раз в казахстане очень весело взял пачку 10 тысяч долларов с балкона бросил в толпу танцующих начал ползать собирать за альбом прикинь да получили 400 тысяч долларов полмиллиона долларов получили за право издания этого альбома то есть она начала налаживаться музыкальная индустрия и вдруг в один день все рухнуло в 98 году когда был объявлен дефолт на два с лишним года нана отправляется в соединенные штаты америки лос-анжельская газета написала статью о том что декларк взялся за русскую группу а в америке говорили если с вами работает декларк вам даже петь не нужно потому что все телевидение в его руках вся музыка в его руках артисты готовились занять прочное место на музыкальном олимпе Америки в калифорнийском университете они до совершенства оттачивали американский английский чтобы говорить и петь без акцента вова вставляй быстренько кассету все вовремя солисты группы ездили на лимузине встречались со звездами Барри давно мечтал познакомиться с легендой со своим кумиром с Рэем Чарльзом до того времени Рэй Чарльз не знаю на протяжении лет 20 не давал никаких интервью не устраивал никаких встреч а с нами он согласился встретиться говорили о разном о том как он музыку пишет об истории ну в общем все-все-все и потом мы ему спели на акапелло Боже царя храни царствуй на страх врагам царь православный Боже царя 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 храни я люблю это вы все так красивые это очень красивые просто давайте мне поднимать это очень красивый это очень красивый это очень красивый я люблю это но американская мечта так и осталась несбыточной контракт которого так ждали музыканты и продюсер никто с группой так и не подписал и мы вынуждены были ретироваться даже не ретироваться а просто убитыми насмерть вернуться домой играть вот на американском рынке конечно же очень сложно у американцев все очень заточено под них вот и нужны были какие-то сверхъестественные обстоятельства чтобы так пассиан сложился чтобы у коллектива появился шанс но самый главный удар поджидал группу на родине то что два с половиной года насмаркли вернулись в Россию в которое нас уже никто не ждал к сожалению и в общем-то все начинать пришлось с нуля у меня была страшная депрессия просто я был подавлен бессмысленная жизнь я лечился у психиатров пытался выйти из этого депрессивного состояния потому что постоянно думал о том как покончить с собой каким способом и он нас собрал говорит вы что хотите то и делайте я ничего не делал и он ничего не делал пять лет и были корпоративы какие-то такие вот откуда-то появляются мы как-то работали было такое тяжелое время петь приходилось на свадьбах и вечеринках они не отказывались ни от каких площадок с тех пор их сложно чем-то удивить май 2014 на на в полном составе едет на концерт правда проходить он будет в непривычной для артистов обстановке такое большое спасибо нашли хоть 15 минут заехать вы дальше не рассчитывайте на 15 минут мы вас не выпустим так что в лучшем случае 2.15 колония режимная территория здесь все закрывается открывается в исправительной колонии под калугой звучит знакомый репертуар все перемелется родная все перемелется пойми а жизнь хорошая такая ты улыбнись и обними не слышит давайте еще вот уже 6 лет группа на на выступает в этом составе политов и жеребкин григорьев и коршуны этих молодых людей барри алибасов взял в группу в 2008 году я никак не мог найти достойную замену Левкину и вдруг заявляется этот я Сергей Григорьев наглый принаглый борзой приборзой я сразу подумал что это просто идеальный персонаж для группы на на помню как-то у меня даже плакаты дома висели группа на на в свое время были были плакаты почему-то Славка у меня больше запомнился не знаю почему но именно со Славой Жеребкиным у нового солиста долго не складывались отношения доходило опять до скандалов бояться и с Сережей Григорьевым мы я помню даже мы с ним чуть не подрались прям ну не то что не подрались я его чуть не задушил просто бить не могу но думаю сейчас задушу просто и все но у меня уже не хватило терпения я думаю все хана ну молодежь молодежь наша такая особенно Серега такие нагловатые не уважают седины абсолютно Олег Коршунов пришел в группу почти одновременно с Сергеем Григорьевым мы переделали некоторые аранжировки и они стали звучать еще даже наверное более интереснее ай где счастье словно талый снег где фаина твой серебристый смех им нужно было передать весь этот опыт который мы там за 20 лишним лет набрали нужно было все это им передать чтобы они органично смотрелись вместе с нами в клип чтобы это смотрелось одним целым органом насколько им удалось сработаться можно судить по тому успеху который есть у группы Нана сегодня на их концертах неизменный аншлаг после выступления солистов по-прежнему преследуют поклонницы после выступления сели в машину и выбегает девчонка голая полностью причем сзади нее бежит ее муж но она бежит с ним плакатом и бросается на эту машину и просит расписаться пожалуйста я бы даже специально разделась для вас пожалуйста только распишитесь и бросается на капот машины Испанские каникулы Владимира Политова заканчиваются на следующий день он улетит в Россию группу ждут новые гастроли а для Владимира Осимова Нана это уже история я не испытываю ностальгии по группе для меня она осталась в прошлом веке да это моя история 13 лет в группе это моя молодость и такой активной очень горной жизни помнишь Новосибирск Академгородок зима Академгородок после этой гастроли нас туда больше не пускали на люстре ты качался я на люстре ты на люстре весел ну да у меня вообще такое ощущение что у меня была молодость но я ее очень плохо порваю может возобновил по прежнему сценарию попробуем еще раз упала шляпа упала на пол и ветром шляпку шляпку унесло хоть всюду слягать не надо плакать но было горе было и прошло все перемелется родная все перемелется в войне а жизнь хорошая такая ты улыбнись и обними ой-ой-ой-ой и обними Продолжение следует...